Много вопросов от жителей поступает по дезинфекции общественного транспорта. Наша съемочная группа выяснила, как готовят к выезду автобусы, каким образом проверяют температуру у водителей. Более того, наш корреспондент Наталья Чекет проехалась по известному маршруту и посмотрела, носят ли маски пассажиры и водители, а также соблюдают ли дистанцию друг с другом люди. Прежде чем выйти на линию, каждый автобус проходит обработку специальными средствами. Для дезинфекции транспорт заезжает в специальный бокс, где сотрудник в защитном комбинезоне проводит внутреннюю обработку салона. Особое внимание уделяется поручням, сидениям, стеклам и валидатору, поскольку вирус распространяется, когда кто-то касается загрязненной поверхности. Водителям перед выходом в рейс измеряют температуру и проводят более тщательный осмотр. В перечень необходимых добавилось еще несколько процедур, которые помогают выявить симптомы вирусной инфекции. Во-первых, стала обязательная термометрия у водителя. Во-вторых, более тщательный визуальный осмотр. Мы смотрим, чтобы не было у водителя никаких признаков недомогания, чтобы не было насморка, кашля, чтобы глаза были без покраснения. Сейчас количество людей в общественном транспорте сократилось в связи с установленной выходной неделей. В этой ситуации сохранять безопасное расстояние между пассажирами намного легче. Однако специалисты все же не рекомендуют без необходимости выходить из дома. Если по каким-то причинам вам пришлось покинуть квартиру, стоит соблюдать установленные меры безопасности. Помимо расстояния, это ношение одноразовых и многоразовых масок. Однако стоит помнить, что они эффективны в сочетании с другими методами профилактики. Вы сегодня без маски, в общем, транспорт? Да вообще-то надо бы, по идее, носить. А почему вы сегодня без маски? Ну, я просто оставил дом, забыл. Конечно же, лучше носить маску. Но в аптеках нет. Мне тоже сегодня я из больницы, иду, рекомендовали маску одеть. Но в аптеках маски нет. Что береженого Бог бережет. Почему в аптеках нет элементарного, нет масок? Они очень нужны. Просто у меня старые запасы, вот я ими пользуюсь. Ситуация более чем серьезная. И маски, конечно, носить нужно всем обязательно. Маски – это не панацея. Их нужно каждый час или два менять. Но все-таки какая-то защита. Одноразовые маски выбрасывают. В домашних условиях использованную маску необходимо поместить в отдельный пакет. Герметично закрыть его и только потом выбросить в мусорное ведро. Маски можно и одноразовые, и многоразовые использовать. Я считаю, что маски, на самом деле, они в первую очередь обезопасивают людей, которые сами болеют. Любым простудным заболеванием. Для безопасности маски, ну, во-первых, чтобы они не были влажные. Поэтому маску носят два, не больше двух-трех часов. А если по какой-то причине она намокла, ее надо менять чаще. Как правильно надеть маску показала накануне главный врач специализированного дома ребенка Теремок Татьяна Жомова. Чтобы маска очень плотно прилегала к вашему, но закрывала подбородок и ниже. И снимать маску, смотрите, когда вы вернулись домой, вам нужно снять маску, ее касаться не нужно. Ее нужно снять вот так и выкинуть. Однако в сложившейся ситуации самым действенным способом обезопасить себя и близких от возможного заражения – это оставаться дома. Ведь чем меньше контактов с другими людьми, тем больше шанс защититься от вируса.